Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Между прочим, прежде чем перейти к нашему традиционному ежедневному разбору того, что на рынках происходит, стоит сделать акцент на то, что сегодня нас ожидает крайне насыщенная фундаментальная сессия, поскольку сегодня все самые именитые представители регуляторов, их председатели будут радовать нас пресс-конференциями, которые посвящены, конечно же, перспективам денежно-кредитной политики. Сегодня у нас в 13.00 состоится выступление Джанет Йеллен. Далее, в это же время пройдет выступление Карни, в это же время состоится выступление также председателя Европейского центрального банка Марио Драги. И также в 13.00 по московскому времени у нас будет возможность послушать господина Кураду, который возглавляет уже японский регулятор. Ну и тоже нас будут интересовать, если кому-то интересны непосредственно новые вводные по денежно-кредитному курсу Банки Японии, вы сможете получить какие-то сигналы относительно того, что с политикой будет дальше. Поскольку все эти события в одно и то же время, друзья, нужно будет выбрать для себя, какой актив для вас представляет больше интереса, и попробовать спрогнозировать хотя бы в формате ожиданий, какой из инструментов покажет наиболее интересные движения по факту столь важных событий. Я позволю себе сказать, что наиболее интересное движение. Сегодня мы будем ждать по Абританцу, и не только потому, что в 13.00 выступит председатель Банка Англии Марк Карни, но и потому, что сегодня, в принципе, день фунта, сегодня в 12.30 по московскому времени за полчаса до конференции. Мы будем анализировать обновленные данные по инфляции. Те, кто следит за британцем, знают, что сейчас для него это настолько важный отчет, что значимость его, я думаю, что переоценить в принципе невозможно. Это все равно, что, например, non-farm perils для американской экономики и для доллара. Почему так? Потому что инфляция находится на крайне высоких значениях. И есть прогнозы ожиданий, я их, между прочим, разделяю. То, что сегодня мы по факту публикации данных увидим прирост индекса потребительских цен в годовом выражении за 3%. Ну, может быть, 3.1, а кто знает, возможно, увидим даже цифру повыше. Цель Банка Англии, так же, как и у других развитых площадок, находится гораздо ниже 2%. Поэтому, если мы говорим про такое явное зашкаливание в индикаторе, мы делаем логичные выводы о тех проблемах, которые наблюдаются относительно потребительской активности, и пытаемся понять, как эту проблему можно решить. Но Банк Англии уже дал нам подсказки прошлым шагом по росту процентных ставок, отметив, что и почерпнув ужесточение политики, это самый лучший инструмент для того, чтобы бороться с высокой инфляцией, потому что ужесточение монетарной политики должно приводить к росту обменного курса национальной валюты. Опять же, друзья, давайте немножечко остановимся сейчас на фунте, чтобы после уделить им уже меньше времени и внимания, и перейти уже к другим активам, раз уж начали говорить про британца. Я думаю, что сегодня в 12.30 постфакт. Движения должны пойти еще раньше, но фактическая реакция трейдеров может стать причиной такого катализирующего воздействия и движения волатильности фунта против доллара и против основных конкурентов больше, чем на несколько фигур. Возможно, это несколько преувеличенные ожидания, но с другой стороны, еще раз делаю акцент на то, что у нас нетривиальный отчет. У нас статистика, которая напрямую будет выступать сигналом потенциально дальнейших, действия британского регулятора по процентным ставкам. Поэтому, если мы сегодня дождемся все-таки фактическую цифру выше прошлого месяца, а в прошлый раз мы работали с показателем 3%, если сегодня будет показатель выше, я думаю, что трейдеры могут легко затащить фунт гораздо выше текущих значений, потому что рост инфляции будет сигналом того, что ставки нужно снова повышать, потому что иначе индекс потребительских цен так и не удастся. Почему, друзья, инфляция важна? Я думаю, что, говоря еще про переходный процесс Брэкзита, мы с вами неоднократно подчеркивали проблемы с экономическим ростом. Это действительно следствие политических проблем, ясности, неопределенности того, в каком ключе будет развиваться экономика в Великобритании далее. Сможет ли она вообще существовать вне европейского рынка? Тем более, что вопрос очень высокого и важного порядка. Сможет ли Англия сохранить доступ к единому европейскому рынку? Это основа-основ текущего обсуждения, и пока что прогресса нет. Мы эти слабые экономические перспективы еще и питаем в виде таких же не менее слабых отчетов, и поддерживает нашу идею не самых радужных ожиданий, и не самого безоблачного будущего для британской экономики, еще и крайне низкие показатели потребительской активности, вот с чего я, собственно, начал представить ситуацию вокруг британца. Я думаю, что сегодня, наверное, какую бы цифру мы не увидели. Мы вчера, кстати, на вебинаре детально разбирали то, что может случиться с фунтом по факту выхода сегодняшних данных. Я в целом хочу отметить, что если, соответственно, мы увидим рост этого индикатора, значит, потенциальное ужесточение монетарной политики может привести к росту фунта. В свою очередь, если отчет окажется лучше, то есть ниже прошлого, это может быть воспринято в качестве позитивного сигнала для потенциального роста уже потребительской активности, то есть тоже исход из сценария, который может привести к росту фунта, в данном случае пары фунт против доллара. На текущий момент у нас котировки 1.31.16. Друзья, те, кто следит вместе со мной за тем, что происходит с этим активом, помнят то, что я подставил. Довольно высокие ценовые ориентиры, и я по-прежнему вижу условия, чтобы эти цели были достигнуты. Цели находятся на отметке 1.34. То есть текущих значений это фактически три фигуры. Да, конечно же, шансов на то, что за одну торговую сессию мы сможем добраться до этого ретира, не так уж и много. Но если сегодня исход, опять же, реакции трейдеров на столь насыщенный фундаментальный день будет в виде покупок британца против доллара, я думаю, что в качестве уже остаточного эффекта до конца этой недели мы сможем добраться до этого рубежа. Что касается продаж, конечно же, они тоже могут последовать, тоже могут стать реакцией трейдеров на выход данных, поймутся потребительские цен, на комментарии, карни. Но это уже альтернативный сценарий. Я даже не хочу обрисовывать, есть ли для этого какие-либо, скажем, основания для того, чтобы он был реализован. Потому что, если бы я это сделал, по сути, это противоречило бы первой позиции, которая была озвучена. Я думаю, друзья, сегодня стоит, безусловно, попытать удачу в динамике британца. То, как вы поступите, купите или продадите, в конечном счете будет вашим решением. Хочется только пожелать вам удачи. Но если вы разделяете такую же позицию, как и я, и видите причины для роста британца, при их текущем, при подобном раскладе, конечно же, мы сможем получить очень хороший профит к концу торговой сессии. Ну, давайте теперь перейдем к нашим инструментам, с которых мы обычно стартовали. Каждый брифинг – это с ситуацией на рынке черного золота. В частности, нефтянка продолжает снижаться. Квоз по бренду вчерашнего дня 63.10. Сейчас актив еще ниже – 62.96. Постепенно мы сползаем в район поддержки 60 долларов за баррель. В частности, почему рынок продолжает снижаться? Потому что на рынке по-прежнему весьма актуальны опасения, связанные с ростом нефтедобычи в США. И вчера мы делали акцент на то, что эти опасения и сам факт активизации американских сланцевых производителей – это серьезное препятствие, которое может застопить эффект эффективности и какие-либо положительные сдвиги для всего рынка черного золота со стороны стран ОПЕК, которые снижают производство нефти для того, чтобы поддержать бычий рай и убрать то сверхпредложение, которое характеризует весь этот сектор. Что касается данных, которые были опубликованы вчера, и почему оппозиция «Медведей» стала более прочной, потому что Администрация аналитической информации опубликовала традиционный прогноз, доклад по поводу того, сколько ожидается по приросту сланцевой добычи в предстоящем месяце. Речь идет уже о декабре, так вот прогнозы довольно-таки смелые, но они уже по факту за последний год практически всегда оправдывались. Сейчас ставка на то, что в декабре производство сланцевой нефти может вырасти на 80 тысяч, друзья, до 6-14 миллионов. Это многое, это возвращает нас снова к цифрам в 10 миллионов, то, что такими шагами действительно американские производители смогли легко достигнуть этой планки уже в первом квартале 2018 года. И рост нефтедобычи со стороны американских производителей, конечно же, это мощный медвежий сигнал, потому что текущих усилий ОПЕК, даже если соглашение продлятся, скажем, до конца 2018 года, все равно будет недостаточно, чтобы компенсировать рост со стороны производителей США. Я думаю, что вчера распродажи были более бы существенны, если бы не своего рода фундаментальный компенсатор, который присутствовал на рынке. И функцию этого компенсатора взял на себя уже доклад и прогноз ОПЕК. Ну, этот прогноз еще опирался на фактические цифры, в соответствии с которым следует то, что ближневосточный картель в целом не по отдельным регионам, а в целом ОПЕК в прошлом месяце снизили производство нефти на полпроцента до 32-59. И в планах сохранить вот эту тенденцию снижения, доведя показатели, соответственно, до, как минимум, 32,5, потому что это основной параметр, на котором, в принципе, должно базироваться соглашение ОПЕК. Между прочим, в конце 2016 года ближний восточный картель гарантировал то, что производство нефти не превысит эту планку. И сейчас мы, друзья, все-таки работаем с другими цифрами, цифры, которые существенно превосходят 32,5. Вы помните, что в какие-то месяцы этого года мы говорили про производство даже в 33 миллиона баррелей в сутки. Сейчас, правда, немного они сбили эти объемы по добыче, но стоит ли доверять и всецело полагаться на те отчеты, которые выходят в ОПЕК, то есть на их видение ситуации, на их оценку, это тоже вам решать. Я очень, скажем, скептически настроен к ним, потому что зачастую эти прогнозы и доклады, они не соответствуют реальности. Особенно это бросается в глаза, когда у нас есть возможность проанализировать статистику по объему добычи регионов Ближнего Востока со стороны независимых ведомств и агентств. Поэтому, друзья, я думаю, что, может быть, вчера интерес к продажам был нескольким благодаря этому отчету, но медвежье настроение, они все более и более становятся очевидными на рынке черного золота. Конечно же, впереди еще встреча ОПЕК, которая состоится 30 ноября в Вене. Там будут обсуждать возможность продления соглашения. Мы уже с вами, в принципе, смирились. То, что соглашение продлят до конца 2018 года, я думаю, то, что это уже отражено в котировках на черт, в котировках на бренды WCA. Поэтому, друзья, советую все-таки искать возможности для продаж. Может быть, кто-то уже продал с локальных максимумов, которые были достигнуты еще на прошлой неделе на политических событиях в Саудовской Аравии. То есть, бычий ралли прошлой недели базировался еще на вот этой геополитической премии за риск. Может быть, кто-то еще только ищет уровни. Я лично активно собираюсь продавать нефть после того, как котировки уйдут ниже 60. Но, как отмечал уже накануне, периодически небольшим объемом делаю ставку на АСЛ уже сейчас. Сегодня, кстати, были опубликованы данные по китайской экономике. Это инвестиции в народное хозяйство, тронечные продажи и промышленное производство. Если уж мы разбираем сектор углеводородов, конечно же, нам важно знать, с каким потенциальным спросом со стороны Китая мы работаем. И промышленное производство, оно как раз является опережающим индикатором этого. Так вот, промышленное производство в Китае снова снизилось с 6,6% до 6,2%. И я думаю, что это еще один сигнал, почему закупки нефти со стороны основного потребителя нефти будут снижаться. Вы помните, что на прошлой неделе мы в статистике месячной давности, то, что закупки нефти и импорт нефти в Китай опросил на 20% по сравнению с двумя месяцами ранее. Я думаю, что это те отчеты, на которые сейчас была сделана остатка. Это динамика по промышленному производству, которая готовит нас к еще более скромным показателям спроса со стороны Китая. Если не будет спроса, значит не будет оснований для поддержания еще более выраженного ранения. Поэтому, друзья, нефтянку мы продаем и рассматриваем только с точки зрения, опять же, формирование негативной медвежьей тенденции и динамики. Доллар японская и иена. Здесь пока картина не меняется и вряд ли что-то произойдет существенное до тех пор, пока не пройдет голосование в Палате представителей по реформе налогообложения, до тех пор, пока мы не получим фактические цифры по рыночным продажам и индексу потребительских цен. Это позже на этой неделе. Поэтому сейчас не буду повторяться, опять же, что стало причиной, по которой на прошлой неделе доллар просел, и почему доллар до сих пор против иены не может оказаться выше 114. Вы помните, что основная причина кроется в том, что реализация налоговой реформы может быть отложена до 2019 года. Но это еще не тот фундамент, с которым мы должны работать. Это только лишь позиция и мнение Сенатского комитета республиканцев. Так вот, они предложили свою версию, свою редакцию законопроекта по налоговой реформе. И этот документ будет обсуждаться, как раз, в Палате представителей на этой неделе. Я думаю, что этот документ, конечно же, не поддержит. Тем более, что в Палате представителей как раз те республиканцы, которые ратуют за необходимость уже притворения в жизни этой реформы, уже сейчас. Поэтому потенциальная поддержка доллара, она может еще проявиться до конца этой недели. Самое главное, друзья, нужно определиться уже, как вы собираетесь торговать долларом, верите ли вы в повышение процентной ставки в декабре, верите ли вы в более жесткие взгляды американского регулятора, дальше уже во главе с Джеромом Пауэлом, который сменит, собственно, Джанет Геллен в феврале на посту председателя американского регулятора, верите ли вы в налоговую реформу и готовы ли вы признать тот факт, что мы уже изрядно с вами поработали с геополитическими дисками и какое-то время новостной аккаун будет спокойный проект. Если вы сможете ответить на эти вопросы, тогда вам будет ясно, как действовать по доллару. Я лично американца продолжаю покупать и думаю, что этот год мы закроем выше 116 иен против американца. Евро против доллара 1.1670, в целом за вчерашнюю торговую сессию ситуация не очень изменилась, мы говорили и тогда, то есть в понедельник про котировки 1.1650. Из интересных событий, ну можно разве выделить только комментарий Витора Констанца, который также является членом Совета Управляющих Европейского Центрального Банка. Эти комментарии являются, по сути, скопированными с того, что мы слышали от Марио Драги о том, что мягкая экономическая политика будет актуальна до тех пор, пока ЕЦБ не реализует, не достигнет цели по инфляции, не выполнит свою миссию, которая, опять же, также укладывается в мандат Европейского Центрального Банка, это стимулирование экономического роста и поддержание на достаточных уровнях потребительской активности. Без цели по инфляции эту потребительскую активность на достойных уровнях поддержать не удастся. Евро больше реагирует сейчас не на общее, уже известное для всех представление о том, что будет с монетарной политикой, а на поведение доллара. Но здесь я снова делаю акцент на то, что раз мы ожидаем рост американца, значит, мы ждем евро, как и на прошлой неделе, на уровне 1.15. Фунт против доллара остается крайне влатильным активом. Сегодня влатильность будет на порядок выше, чем днем ранее. Мы начали этот брифинг с перспективы этого актива. Как уже отметил, давайте не будем все одно к тому же, потому что по британцу, я думаю, что вы все следите за сегодняшними новостями. Очень трудно заранее предугадать исход. Мы все-таки пытаемся опираться на фундаментальные прогнозы и надеюсь, что сегодня они будут оправданы. Если вас интересуют причины тех распродаж, которые мы наблюдали в понедельник, опять же, с азиатской сессии, с факта ценового разрыва, это все реакция трейдеров на возможный вводом недоверия, который может быть оказан Терезе Мэй. То есть сейчас собирают подписи парламентариев, собственно, для того, чтобы лишить Терезу Мэй полномочий. Уже есть 40 представителей парламента, которые готовы проголосовать за это. Но есть определенная процедура, друзья, 40 голосов, это мало, их должно быть 48. И думаю, что вряд ли удастся дотянуть до этой планки, потому что, чтобы было 48 голосов, нужно, чтобы против Терезы Мэй высказывались и ее однопартийцы. Я думаю, что они так подлосо Терезе Мэй не поступят. Ну и к тому же не забывайте, что Европейский Союз, по сути, поставил своего рода ультиматум Англии о том, что у данного государства есть две недели, чтобы представить законопроекты и дорожную карту по выходу из состава Европейского Союза. В частности, сроки уже начинают поджимать, какие-то договоренности уже должны последовать, и надеемся, что эти договоренности будут означать продвижение общей процедуры выхода из состава Европейского Союза, движение вперед, выход из АСФОПРа, из, опять же, того тупика, в котором переговорчики оказались еще несколько недель назад. И если действительно такой расклад будет реализован, это тоже еще один фактор поддержки для пункта. Что касается других активов, австралийцы, новозеландцы у нас потеряли несколько десятков пунктов. Кстати, за прошлую торговую сессию австралийцы сейчас торгуются ниже отметки 0,7650. Ждем его под поддержкой 0,76. Что касается новозеландца, здесь котировки 0,6869. Вы помните, наш с вами ориентир по этому дуэту активов на уровне 0,67. Еще хотел рассказать про перспективы биткоина. Я думаю, что многих из вас также интересует и данный инструмент, полотенец которого, конечно же, не может не волновать спекулянтов, потому что это безумные возможности по извлечению профита, но, правда, такие же колоссальные и риски. Фундамент обычно не является достоянием общественности для ежедневного анализа по рынку криптовалют, потому что важных новостей очень мало. Вы знаете то, что та динамика, которая развилась, коррекционная по биткоину, стала следствием отмены ожидаемого хардфорка. Это когда меняется программный исходный код и появляются производные криптоактивы. В данном случае, собственно, эта инициатива по хардфорку была направлена на то, чтобы повысить пропускную способность битка, для того, чтобы увеличить количество транзакций, сопроводимых в секунду, и повысить емкость, собственно, блоков данных. Поскольку хардфорт не состоялся, трейдеры тут же стали искать альтернативу в более, возможно, подвижных инструментах. Мы видели, как биткоин кэш на экономе начал активно расти и прибавил больше 50%. Кстати, в моменте капитализация биткоин кэша достигала 30 миллиардов, и, по сути, ему удалось потеснить даже эфир, который считали основным преемником биткоина, эфир был основным конкурентом. Но, судя по всему, есть и инструменты, которые все-таки пользуются большим спросом. Может быть, когда-то их недооценивали. Сейчас, возможно, кто-то говорит о том, что биткоин кэш уже переоценен. Я считаю, друзья, то, что биткоин, конечно же, будет удерживать с собой статус самого интересного инструмента, самого ликвидного, самого волатильного. И тот факт, что капитализация у него настолько мощная, что по соперничеству с ним будет очень и очень трудно, этот актив будет сохранять, конечно же, потенциал для дальнейшего роста. Но пока что мы видим, что биткоин, да, восстанавливается. Ему удалось уже скорректироваться с локальных минимумов, которые были сфиксированы даже ниже отметки 5500. Сейчас в актуальной котировке 6609. Говорить о том, что последовал полноценный разворот еще очень и очень рано. Почему я не могу позволить сделать рекомендацию учительного роста? Потому что агрессивность распродаж, с которыми трейдеры навалились на этот актив, указывает на то, что могут быть достигнуты уровни гораздо ниже. И, как и, собственно, ранее отмечалось, для того, чтобы рынок полностью развернулся, и трейдеры снова поверили в безумночное будущее для этого актива, нужен мощный фундаментальный позитив. Скорее всего, таким может выступить лишь только запуск фьючерсных контрактов на Чикарской бирже, но пока информации дополнительной об этом нет, друзья. Из важных событий в целом мы уже говорили. Сегодня мы ждем ряд конференций высокопоставленных чиновников, регуляторов крупнейших центральных банков мира в 13.00. События до этого в 12.30, следим за статистикой по инфляции в Англии, и ждем поддержки для фунта против доллара. Что касается других отчетов, в 16.30 индекс ценно-производителей в США, это еще один индикатор, который предваряет будущее данные по инфляции, тоже по прогнозам очень хорошее ожидание. Соответственно, у доллара есть то событие, опять же, локальное, которое может стать причиной повышенного спроса на активы, поддержать нашу с вами традиционную пару доллар-японской иены. На этом все, друзья. Будьте крайне внимательны сегодня, особенно те, кто торгует британцев, потому что движения будут серьезные, влатильность будет просто колоссальной сами в этом. Убедитесь, завтра уже, безусловно, подведем итоги и поговорим подробно, что случилось и почему. Всего доброго. До свидания.